В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. День памяти и скорби. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. У Дворца детского творчества начали ремонтировать памятник Горькому. Мотоциклисты уехали, а шины остались. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Далее расскажем обо всем подробно. 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Началась самая кровопролитная война за всю историю существования российского государства. В 1996 году 22 июня официально объявили Днем памяти и скорби. По всей стране проводят памятные мероприятия. Во многих семьях вспоминают погибших на фронтах, раненых в тяжелых боях, пропавших без вести. По традиции в этот день президент России Владимир Путин возложил цветы к вечному огню у могилы неизвестного солдата в Александровском саду. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений. Накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память. Врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ, а тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций и предков нашей культуры. Ответом ненавистному лютому злу стало духовное единство, сплоченность, массовый героизм советского народа. Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой. И всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям. Тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир. Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины. Вечная им память. Накануне Дня памяти и скорби в Парке Победы в Нижнем Новгороде состоялась всероссийская акция «Огненные картины». Организаторы зажгли 1418 свечей и создали памятную инсталляцию в форме полуторки ГАЗ-АА и надписи «Нижний Новгород – город трудовой доблести». В мероприятии приняли участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов. Акция завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориалу советским воинам-освободителям. 1418 бесконечно долгих дней Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби представители Совета ветеранов и городской организации «Дети войны» почтили память погибших и возложили цветы к вечному огню. Подробности в следующем репортаже. Ежегодно 22 июня ждут память тех, кто так и не вернулся с полей сражений. Когда отца Юлии Шлаитовой призвали на предвоенную подготовку, ей было всего 10. Маленькая девочка была уверена, что провожает папу на три месяца, но так больше его и не увидела. Ему Юлия Павловна посвятила стихотворение. Был май, был май, жара, душистых лип цветенья, Еще не пахло в воздухе войной, когда отца призвали на ученье. Так навсегда расстался он с семьей. Ведь через месяц над страной летела ужасная, жестокая война. Над нами сразу солнце потускнело. Тот час же всколыхнулась вся страна. Саровчане собрались у вечного огня, чтобы отдать дань памяти погибшим. Пришли сюда сегодня, несмотря на аномально жаркую погоду, ветераны и дети войны. Многие из них о тех страшных событиях знают не понаслышке. Война оставила свой кровавый след на судьбе многих семей нашего города. Когда приезжали каратели, там железная дорога шла рядом, и очень часто останавливались поезда. Каратели, эсэсовцы, они были очень жестокие, даже по сравнению с полевыми войсками, с пехотой, которые стояли. Сразу же расстреливали всех мужского пола, особенно кого увидят. Застрелили моего брата двоюродного, 15 лет ему было на улице прямо, спасти не удалось. Об этих событиях Жанна Дмитриевна написала в сборнике воспоминаний детей войны. Четвертая книга вышла в свет в этом году и посвящена трагической дате – 80-летию начала Великой Отечественной войны. Организация детей войны в Сарове начала свое существование в 2014 году. В нее вступило 8,5 тысяч человек. Сегодня детей войны менее 5 тысяч. Вот так вот уходит наше поколение. Поколение – это последние свидетели Великой Отечественной войны. Участников войны в нашем городе 22, и то почти что все лежат уже. Тружеников тыла у нас, правда, 400. Нет, да, Тружеников тыла 400 человек. И вот мы последнее поколение. Представители Совета ветеранов РФИАЦ ВНИЕВ, городской организации «Дети войны» и Совета ветеранов Сарова встроенной колонной прошли от памятника танку ИС-2 к мемориалу «Вечный огонь» для возложения цветов. День 22 июня 1941 года навсегда разделил историю России на до и после. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы спросить у саровчан, знают ли они, что произошло в этот день 80 лет назад, и что для них значит день памяти и скорби. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. В этот день рано утром, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массивный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек. Мы решили узнать у саровчан, что они знают об этом дне. День трагедии для нашей страны, где погибло очень много во время Великой Отечественной войны людей. Я бы хотел, чтобы это никогда не повторилось. И испытываю чувство благодарности нашим дедам, за то, что они смогли ценой своей жизни, своей потерь вернуть нашей Родине мирное небо над головой. Начало войны в 1941 году, 22 июня. Когда это? 4 часа утра. Все. Страшный день. Какое вспоминание. Это горе, а не вспоминание. Были полуголодные, больше ничего. Конечно, день грустный. Это трагедия для нашей страны. Столько народу погибло. День памяти. 80 лет, как началась война. Я читал уже, что возлагали венки к вечному огню. Смотрел по телевидению информации. Да, конечно, день. Трагедия. Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных фашисткой неволе, умерших от голода и лишений в тылу. Саровчане помнят и скорбят по тем, кто ценой своей жизни, выполняя священный долг, защищал свое Отечество в те тяжелые годы. МГУ имени Ломоносова приглашает учеников 10-11 классов принять участие в летней дистанционной школе 2021 в рамках научно-образовательного консорциума «Вернанский Саров». Занятия пройдут 16 по 25 августа при поддержке РФИАЦ в НИЭФ. После окончания полного курса обучения учащийся получит сертификат. Получить более подробную информацию об участии в летней дистанционной школе МГУ 2021 можно по телефону плюс семь девятьсот три ноль пятьдесят два десять девяносто пять восемь восемьсот тридцать один тридцать четыре десять восемьдесят восемь. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 24 июня с 10 до 12 часов в окне «Мой бизнес» по адресу проспект Октябрьский, 13 состоится прием специалиста Центра занятости населения города Сарова. Граждане могут получить консультацию о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части компенсации затрат на выплату заработной платы, увеличенную на сумму страховых взносов. Также специалист ответит на вопросы по подбору персонала и трудоустройству безработных граждан Сарова. Запись по телефону 9-92-63-9-92-66 плюс семь девятьсот восемь сто пятьдесят два семьдесят один тридцать шесть либо по адресу электронной почты mailsobaka.sarovbiz.ru У Дворца детского творчества начали ремонтировать памятник Горькому. Скульптуру установили в 1959 году на Монастырской площади. В августе 2001-го ее перенесли. И с тех пор она стоит перед Дворцом детского творчества на проспекте Ленина. Сам памятник до сих пор в хорошем состоянии, но фундамент пришел в негодность. До 30 сентября постамент должны отремонтировать, после чего скульптуру вернут на место. На эти цели из бюджета города выделили 635 тысяч рублей. Подробнее об истории памятника Максиму Горькому смотрите в четвертом выпуске передачи «Пешком по Сарову» на нашем канале в YouTube. Уже несколько лет жители нового микрорайона на улице Нигина вынуждены жить по соседству со свалкой автомобильных шин. Несколько лет назад, когда дома еще не построили, любители гонок на мотоциклах оборудовали в лесочке рядом с третьим КПП трассу. По бокам ее оградили покрышками. Трассы уже нет, а шины остались. После безуспешных попыток решить проблему своими силами, саровчане обратились в нашу рубрику «Городской дозор». Выброшенные покрышки давно стали головной болью для жителей микрорайона 22. Прогуливаясь по пустырю за домами, они вынуждены наблюдать валяющиеся шины. Сначала покрышки вообще были воткнуты в землю. Был риск, что об них споткнутся играющие дети. Инициативная группа собралась, выкопала шины и сложила их в куче. Написали в администрацию письмо уже год назад, на что было сказано, что бюджет будет заложен в 2021 году, возможно, при наличии финансирования. Но до сих пор покрышки лежат на прежнем месте. Ждем, так сказать, изменений. Осложняет ситуацию тот факт, что покрышки относятся к третьему, четвертому классу опасности. Их нельзя просто вывести на полигон. Дело в том, что в автомобильных шинах токсичный химический состав. При нагревании эти вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. Их необходимо правильно переработать. Нашу группу нашла в Нижнем Новгороде завод, который перерабатывает покрышки. Они готовы подъехать к КПП и забрать покрышки, но бесплатно. Но единственный аргумент, единственное их требование – это объем того груза, который они отвезут. Это 1200 покрышек минимум. Значит, насколько я понимаю, администрация об этом в курсе. Несмотря на то, что покрышек на Негина много, все-таки нужного количества не набирается. Как вариант, возможно собрать отработанные покрышки в автомобильных сервисах, чтобы все вместе передать заводу. Также жители написали о своей проблеме на умном Сарове. Вопрос взят в работу. В рамках муниципального контракта срок исполнения – 31 июля. Уважаемые жители, впервые в городе все цены пополам. Любая пара от белорусской фабрики – от 800 до 1300 рублей. Туфли, босоножки, ботинки. На любую ногу, в том числе высокий подъем, широкую стопу и выступающие косточки. Только в четверг и пятницу, 24 и 25 июня – Ледовый дворец. Спешите! Таких цен больше не будет. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 24 по 27 июня там проходит «Медовая феерия». Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны. В том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело как взрослым, так и детям. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 24 по 27 июня с 10 до 19 часов. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!